Уважаемые подписчики и гости канала РУСНЮС, мы с вами находимся в городе Пармароне, рядом со спецприемником. В спецприемнике содержится Виктор Рау, сегодня его должны освободить. Так, а вот и наш Виктор Рау вышел, дождались, похудел вообще. Виктор Филиппович. Двенадцать дней голодок не оказалось. А, вы прям не ели? Прям не ели? Ну вот огурцы только, и что там, перец еще ели. А конфетки? Конфетки, да, витаминные, витаминные. Отдохнулись? Ой, отдохнул, как на курорте, так это... Что-то рассказать вам надо? Наверное, наверное. Что было интересно? Что было интересно? Да, подселили потом двоих, хотя бы голодал. Нарушение за нарушением за эти двенадцать суток, значит, я написал, я не знаю, там штук тридцать жалоб. Каждый божий день минимум две жалобы у меня было. Значит, начиная там горячей воды нету, гуляния там... Вот сегодня там вообще на лодке можно ездить и лед везде со всех сторон. Значит, приватности нету никакой. Кормят как попало, значит, там и то вот это я добивался. Там постельное, потом мне на седьмые сутки, там где я еще в первой камере сидел, им говорят, нам белое белье постельное принесли. Потом мне там белоснежное принесли, там моим этим соседям принесли. То есть постепенно, постепенно там что-то заставляешь работать. А так здесь стены все, штукатурка валится. Вон он скажет там все это. Пол весь зашурканный, лет пять его не красили. То есть никакие нормативы не соблюдаются. Жалобы я в последние писал уже в Генеральную прокуратуру, в Министерство внутренних дел, в Общественную палату России. Значит, еще неизвестно там какие-то ушли, не ушли. Сейчас придется с дома все это отправлять. Поэтому все решают люди. Люди, значит, должны выступать против. Значит, будет результат. А сидеть молчать, мне соседи там, например, не говорят, а зачем это? Что потом раз, раз? Слушай, а что тут случилось? Что случилось? Что-то мясо стали давать. Печень принесли. Что такое? А то сосиски несли грязные самые. Ну, в смысле, эти дешевые, душманские самые дешевые. Которых потом было неизвестно что. Вот и все. Главное, мне были вести хорошие, что народ перестал, устал, значит, продолжает выходить, продолжает протестовать. Информацию передавали. Поэтому всем спасибо за поддержку. Спасибо, значит, что про меня не забывали. Сейчас там вот смотрю. Телефон мне не давали все эти дни. Ватсап выходить. Первый день я вышел. Как снял камеру. И потом у них там сверху команды. Здесь бегают каждый божий день. Там туда и сюда и все. Только звонки не давали ни в интернет выходить, ни в ватсап не звонить. Ну, каждый протестующий в любой точке России против этого беспредела, против авторитарного режима, это объединение людей по всей России плечом к плечу. Где бы ни находился. В Барнауле, в Хабаровске, в Москве, в любой точке в Новосибирске. Я порадовался за Яну Доброход. Мы все порадовались. Поэтому поддерживать друг друга, другого пути нет. В авторитарном режиме жить, как я уже там допишу, наверное, в своей статье, что новый пахан при помощи своих вертухаев и шестерок широкими шагами ведет нас к новому архипелагу ГУЛАГу. Поэтому надо сопротивляться против этого. Этого не должно быть. Продолжение следует.